Было подумано, что стоит ли продавать этот объект недвижимости, если он еще понадобится стране. Если бы этот человек учился в техническом вузе во имени, он бы никогда бы на это не пошел. И есть другой пример. Есть пример, когда в правительство российских не раз вошел такой вот, я как представитель гуманитарного направления, как Петри Рокозин. Человек, который получил гуманитарное образование, но который осознал, что главное сейчас это мощь нашего государства, который должен быть. Это вот когда сказали, что не так, что стараешься, а которые дают Алексея Новгорода. О том, что человек может получать и самообразование, и у него были хорошие преподаватели. Есть еще много примеров. Если мы вспомним, что этот славный университет носит имя Дмитрия Рустинова, маршала, то этот маршал не был военным. Это человек, который закончил воеднев, который стал потом маршалом Советского Союза. Человек, который в трудные годы руководил перегрузки предприятий во время войны. Зубрав. И тот человек потом и долгие годы руководил, в общем-то, Министерством обороны, благодаря которому именно не было войны, и благодаря которому мы с вами получили образование в мирное время. Это важная партнер. Есть еще один пример, почему нужны специалисты, которые нового времени, которые должны заниматься и в строительстве, и в технологиях. Например, я с удовольствием узнал, что строители, которые строили Олимпиаду в Лондоне, вернули 340 миллионов фунтов с термином для бюджета, потому что они их не израсходовали. Это была полная неожиданность, в том числе для правительства Великобритании, потому что ты уже считаешь, что эти деньги некуда, да? А они бы считали, что получилось у них экономина тех или других материалов, и сказали, друзья мои, вот у нас разница получилась, пожалуйста, заберите эти деньги обратно, да? Вот можем ли мы это сейчас понять, когда у нас строится, допустим, стадион на Христовском, что такое может быть, да? И, конечно, важно, важно, что если вы сами, уважаемые руководители предприятий, представители, не будете заказывать тех кадров, которые вам нужны для того, чтобы ваше предприятие не просветало, и экономически хорошо выглядело, то никто за вас это сделать не может. Нам всегда может прийти спинетную мальчик или девочка, которая предлагает все-таки им, говорит, ваша задача, как в нашей корпорации, не вкладывать деньги на ее приемки, так сказать, производства, а положить их на процентную банку, так сказать, и на этом зарабатывать то, что мы уже с вами ели, да? А вот как раз ваши ребята, которые получили образование, и вы имеете, и в политике, и в логике, и в инститете водных коммуникаций, и в инститете путей сообщения, да? Это те будут ребята, которые будут стараться все-таки, чтобы эти деньги работали, и чтобы труженики, которые работали на этом предприятии, жили хорошо. Вот это самое главное. Поэтому, разумеется, мы очень вам признательны, мы все замещания ждем, мы вам каждому пошли визиты, каждого участника, чтобы вы могли, в общем-то, участвовать, и взаимоотношения могли строить. И самое главное, конечно, мы надеемся, что вот этот круглый стол, который проводит руководитель Сергеев, да? Вот и другие круглые столы, которые будут проводиться, вот уже Мария Алексеевна сказала, что можно провести и на базе политехнического литературы, ее факультета, замечательного факультета, который был создан несколько лет назад, она создала его здоровым. И я думаю, что мы с вами будем встречаться чаще, 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 а чтоб действительно наши мысли были полезны, не исчезали. Существует у нас газета «Вестник высшей школы», пожалуйста, сотрудничайте с ней. Большое всем спасибо, всех приглашаю начальников.